В «Газпромнефть-Ноябрьск-Нефтегазе» прошло первое обсуждение нового проекта «Колдоговора». Собрание провели на Споршевском месторождении, а участие в нем приняли работники 6-го цеха, представители первичных профсоюзных ячеек, председатель территориальной профсоюзной организации «Газпромнефть-Ноябрьск» Николай Варакин и председатель профсоюзной организации «Газпромнефть-Ноябрьск-Нефтегаза» Юрий Волощук. Причем такие собрания пройдут среди всех коллективов предприятия. Напомню, новый проект коллективного договора разработан в концепции единой социальной политики «Газпромнефть», а значит, будут сохранены все действующие нормы и гарантии. Более того, к существующим добавятся новые. А именно, в проекте появится раздел «Работа с молодежью». Предусмотрена такая дополнительная льгота, как оплата двух недель больничного листа с сохранением среднего заработка. А если человек находится в стационаре, то и на весь период лечения. Кроме того, надбавка за рабочий стаж теперь будет включена в основной оклад и тарифные ставки работников. Обсуждение проекта получилось оживленным. Вопросов и предложений у собравшихся оказалось немало. Есть вопросы по дополнительной оплате больничных листов. Это вносит позитив определенный. Есть вопросы уточняющего характера. Я согласен, что коллективный договор – это локальный акт, который в динамике всегда. Время меняется, подходы меняются. И поэтому все замечания и предложения уточняющего характера, что позволит нам более эффективно использовать этот инструмент, они будут приняты. И мы в дальнейшем в комиссии сделаем все для того, чтобы конкретивный договор в отношении наших работников работал безукоризненно, как в основном это было и раньше. Аналогичные собрания пройдут и в других структурных подразделениях «Газпромнефть» и «Небреснефтегаза». Собрания в Ингапуровском регионе запланированы на 5 марта.